Калининградский спорт Сегодня с нами представитель этого движения, представитель калининградской спортивной борьбы, мастер спорта России Едигар Агамалиев, тренер-преподаватель областной спортивной школы и по спортивным ненаборствам, просто хороший человек. Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Сначала про здравительный лагерь, вот сейчас на часах 7.20 примерно, что в это время происходит в лагере, еще пока дети спят, если спят, что они делают дальше? 7.45 подъем, построение 8, утренняя зарядка, либо по погоде смотрим, идем на море, либо идем на променад, идет, как говорится, утренний тренировочный процесс. А вообще в целом, сколько тренировок в день? Есть какие-то увлечения? После того, как мы потренировались, утреннюю тренировку, зарядка, как мы ее говорим, затем идем завтракаем, в один час в построении тренировочный процесс. Судя по погоде, либо это спортзал, либо это ОФП, либо это кросс, ну то есть все зависит от погоды в Калининграде. Обедаем, тихий час, потому что у них должен быть сон здоровый, час-полтора, и затем в 5 часов построение вечерняя тренировка, 3 тренировки в день. На этом сборе те, кому нужно подтянуть что-то, или лидеры тоже, которые понимают, что можно там напахаться на весь сезон? В основном это дети у нас, которые только начинают борьбу, дети, которые прошли 2 года обучения борьбы, это лично мои дети. Там есть такой, как Александр Ильич Подобедов, который работает на результатах, Тихомир Сергей Игоревич, мой напарник, мой друг, Коля Рубикович Арутюнян, Амиран Симонович, ну, которые люди уже, ну, работают уже не первый год, и они видят, кому, как подготовиться к каким-то любым стартам. Это перечисление всех наставников, которые работают в Зеленоградске, а у нас на экране архивные кадры, как это было пару лет назад, там же, в лагере имени Лени Голикова, это структурное, по сути, подразделение Министерства спорта Калининградской области, где разные виды спорта, разные спортивные школы проводят свои учебно-тренировочные сборы весь сезон. Что касаемо, один из поводов, почему Министерства Голикова в студии, это то, что в этом году хочется сделать из сбора прям такое насыщенное мероприятие. Что в планах? Так как мы хотим сделать насыщенное, у нас 156 человек детей, это почти, ну, сборная, да, грубо говоря, Калининградской области. У нас еще куча их, но тем не менее. Все не помещаются. Да, все не помещаются. И так 4 отряда. И мы проводим для них чемпионат по ОФП, это закрепляем мы их физические данные, возможности, что они могут приобрести там в связи с тренировочным процессом. Проведем им пляжную борьбу, потому что хороший пляж, песчаный, свежий воздух. Мы прям на открытом море договорились там с кафе, сделаем очень серьезный турнир. Пригласим также и вас, и всех, кто захочет посмотреть на мероприятие. Затем, одно из таких серьезных, это будет борьба вольная, в основном по всем правилам борьбы. То есть, прям на ковре? Да, привезем с Калининграда ковер, договоримся, и все, сделаем большой праздник для детей. Это будет масштабное. Это вот, ну, еще не было в лагере, а это будет. Говоря о вот этом зачете отдельном по ОФП, вот для зрителей что-нибудь, какой-нибудь, что там дети будут такое делать, что обычные дети не умеют, а дети борцы. Для ОФП? Да, например. Для ОФП это, они сами у себя будут утверждать, на максимальное количество раз потянуться, пресс делать за 30 секунд, там, челночный бег, то есть, такие вот состязания общие, грубо говоря. А какой-то пример есть, что в среднем ребенок вот такого-то возраста может уже, если он ходит на борьбу, может там... Ребенок, допустим, ему там 9-10 лет, подтягивается 34-39 раз, то есть, ну, то есть, это уровень, я скажу, что есть, дети разные есть, но есть такие, которые хотят, желают, и перспективные ребята, они рвут и мечут под собой. Буквально еще в прошлом году вы боролись на турнире, в том числе в Иране, где я, мне посчастливилось тоже быть, я видел, это было круто. Но, тем не менее, молодой борец, который завершил карьеру и стал наставником, во-первых, насколько это серьезное решение, это большая ответственность, во-вторых, с точки зрения работы с детьми, вот мне это видится просто невероятным трудом, ну как, они все разные, как с ними общаться? Так как я проходил свою, как говорится, свою карьеру, были мои наставники, они передали мне свои навыки, так как и тренерские свои, да, там вот отношения между тренером и ребенком, и также я хочу передать младшему поколению то, что я умею делать, то, что я могу это сделать. А какая философия у тренера новой формации, молодого, я не знаю, их нужно держать в ежевых рукавицах, их нужно, что с ним? А в жизни не всегда такие поговорки есть, кнут и пряник, да, там вот, и ему и кнута, и пряника, то есть, нужно уметь и похвалить, нужно уметь и наругать, нужно уметь передать свою энергетику, так, чтобы он принял информацию, если он не принимает информацию, значит, ты не можешь с ним справиться, нужно уметь завоевать авторитет у ребенка, и тогда уже у тебя все будет в руках. Калининградские дети, они какие? Есть с кем работать? Они все разные, ой, атмосфера мощная, есть дети разные, и сюда же много кто приезжает, и самих детей нужно заставить работать, нужно с ними выстроить свою стратегию, они очень хорошие, то есть, нужно с ними поработать. Не так, как на Кавказе, но тем не менее, потому что Кавказ, там у них нет возможности с этими гаджетами, с компьютерами иметь дела. А в основном они-то, как говорится, приходят в зал и там... Да, да, там у них отбор идет, то есть, у них там сын, да, борец. А если борцов не поучился, давай там на футбол решить. Если борцов не поучился, да, актуально. Это основное, да. На экранах демонстрируют нам сейчас элементы международного турнира по вольной борьбе на призректора БФУ. Это такое статусное мероприятие, к которому вы имеете отношение. В этом году все получилось? Если да, то что? Да, все получилось. Получился глобализм. Приехали национальные сборные команды. Польша приехала, Венгрия, то есть масштабная. Жалко, что Германия не осталась, тем не менее, они там, ну, в курсе уже. В следующем году мы уже более серьезно поднимем к этому делу, положение будет готово уже у них на сайте. Поборолись и наши местные ребята, поборолись там Израиль, там Азербайджан, там приезжал Армяне, там. То есть, ребят было очень много. Ну, те, кто боролись. Литва, там, я уже не говорю про таких наших прибалтов, потому что в связи с тем, что был шумилийский турнир, был мощный сбор в городе Гусеве. И так как Юсуп Абдусаламов, главный тренер сборной Польши, поддержал это мероприятие, приехали все. Также наши тренеры, там, Андрей Лилик, также Виктор Викторович Хаджаев, Валерий Викторович, ну, то есть поддержали нашу борьбу. И наши наставники, Ушаков Вадимичич, Олег Шаштугак, они видят, как мы стараемся для борьбы. Это в целом сделано все для борьбы. Я понимаю, что в БФУ сейчас это один из таких видов спорта популярных, потому что поступают борцы, так? Поступают борцы, да. Тем самым и наш директор Дмитрий Анатольевич Горбунов, он старается, молодец, то есть поддержит борцов. Я скажу, что он не имел никогда отношения к спорту, да, то есть именно к борьбе, то есть. А тут как вот с нами он подружился, познакомился, попросил нас стать тренером, мы это сделали, и в принципе у нас получается все с ним. Есть уникальная возможность прямо на камеру обратиться к калининградцам с каким-то посылом. Может быть, призывать их к тренироваться, может быть, не только вольный или вообще спортивный борьб? Да вообще, дорогие калининградцы, спортсмены, неважно кто там, любой человек, спортом нужно заниматься для того, чтобы воспитать в себе мужской стержень, быть стойким и развивать младшее поколение. Будьте все здоровы. Вольная борьба, конечно, как я тренер по вольной борьбе, я призываю всех маленьких детей, родителей, чтобы привели на сельму генерала Ченлакова 50. У нас в этом году будет проходить набор. А когда, кстати? Первого сентября, как в школу идете, там вторые, третьи числа, ждем всех. А ограничения есть? Нам бы вот у меня нарушить возраст какой? Семи лет мы будем брать их, семи лет, ну желательно и десятилетий, и двенадцатилетний, всех принимаем, нормально все. У всех есть шанс, хотя бы немножечко прочувствовать, что такое настоящая борцовская разминка, после которой уже минут через 20-30 ты не можешь двигаться, это только начало. Итак, это мастер спорта по вольной борьбе Едигар Гамалиев, тренер-преподаватель региональной спортивной школы по спортивным ненаборствам имени олимпийских чемпионов братьев Белоглазовых, которые вместе со своими воспитанниками и вообще всей Федерацией спортивной борьбы сейчас проходят учебно-тренировочный сбор в Зеленоградске, в областном лагере имени Люни Голикова, о котором мы сегодня рассказали, немножко показали. Это была рубрика «Вне игры», которая поддержана региональным министерством спорта, и мы каждый вторник и четверг говорим вам о российском, мировом и областном спорте, тем более, что сейчас вообще время такое классное, накануне было также на матче Марокко-Испания, это просто невероятное зрелище, которое меня поразило не только с содержанием футбола, но и тем, как к нам спокойно приезжают болельщики с разных стран. С Марокко вчера было огромное количество людей, которые пели, плясали, запускали волну и создавали настоящую атмосферу футбола, которая останется здесь не только на ближайшие несколько дней, а навсегда. Это рубрика «Вне игры», услышимся и увидимся с вами уже в этот четверг. Ты нежная и яркая, элегантная и эффектная, обворожительная и сексуальная, в платье от магазина Юнона. Юнона, и ты всегда разная. Театральная 40, от чувственно малого до волнующего большого. Красоту любого бюста подчеркну белье «Фелина» и купальники из новых коллекций. Салон белья «Фелина». Пугачева, 5.